Философский характер сегодняшний, Валерий Леонидович, вот не один, многие русские футболисты говорят о том, что у них есть мечта уехать в Европу. Вот, делают все ради этого. Мало примеров, вот у вас Редно недавно сказал, что если получится, то я хотел бы стать легендой ЦСКА. Почему таких примеров мало? И чем вы объясняете вот такое настойчивое стремление, мечту уехать в Европу? Как вы к этому относитесь? Ну, не знаю. Наверное, так воспитывали. Мы все время говорим, а вот молодежь не так, да? А кто эту молодежь воспитывает? Мы с вами, как родители, эту молодежь и воспитываем. Раньше были одни ценности, теперь ценности другие. И мы с каждым разом все меньше и меньше такого характера. Ну, глобализация мира по-другому и не скажешь. Наверное, может быть, и здесь нет ничего плохого. Все люди братья. И так воспринимать, может быть, и не стоит. Но вы спокойно к этому относитесь? Или если у вас будут спрашивать уехать в Европу молодой футболист, что вы ему посоветуете? Или остаться, окрепнуть в России? Ну, мы же говорим, что ехать для развития, для развития, более, наверное, более прогрессирующий, сильный чемпионат, сильная команда. Сильную команду. Уехать, просто уехать, чтобы потом вернуться. Здесь мы должны какую цель преследовать? Просто уехать в Европу или показать себя с лучшей стороны? Своё мастерство. Наверное, здесь. Но сначала нужно его показать здесь. Вот от этого сначала нужно оттолкнуться. Ну, значит, стать лидером здесь. Ну, конечно, чтобы зрители оценили это мастерство. Дать команде, которая, как говорится, отрастила, какую-то самоотдачу. А потом уже команда себя ведет, чтобы ты отсюда уехал. Спасибо большое, Владимир. Если у команды есть цели, мы видим же, что там, да, Зенит пытается сохранять обойму футболистов каким-то образом. Да, всегда и во всем стать первыми целью клуба, да? Хотелось, чтобы у многих у наших была такая цель. Вот. Я думаю, что это и должно двигаться. Что-то здесь сделать, оставить какой-то след и потом показать еще там, что я из этой команды. Вот я представляю команду, которая меня воспитала. Спасибо, Владимир Владимирович. Поменяли, смотрите. Теперь карвалер. Не видели? Нет, еще не видим. Все-таки поменяли. Ну, скажем так, надо всех прославлять. Футболистов, которые, верой и правдой служили в футболе. Да, карвалер из таких. Спасибо большое. Да, всего доброго. Счастливо. Спасибо.